Об этом рассказал президент клуба Илья Геркус, обладатель кубка уже известен, им как раз является локомотив, а главным претендентом на победу в чемпионате России является московский «Спартак». За 4 тура до финиша чемпионата он опережает идущий вторым «Зенит» на 8 очков. Далее курсы валют. По данным Центробанка, официальный курс доллара на завтра повышен, 57,09 руб. Евро также растет в цене, 62,32 руб. На этом у меня все с новостями. В студии был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса, спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее о погоде в российской столице. Сейчас в городе около 15 градусов тепла. Метеорологи обещают ближайшие ночью малооблачную погоду без осадков. Температура понизится до плюс 4 градусов. Завтра днем в городе будет пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 10 градусов максимум. Напомню, что в столичном регионе продолжается похолодание. Ночью на выходных возможны заморозки до минус 3. Спорт.ФМ. 100% футбола. Всем привет. Два часа мы говорим. Два ближайших часа говорим о футболе. Глам в виде спорта. И поздравляем, естественно, московский локомотив с победой в Кубке России. Юрий Павлович Семин выиграл пятый кубок. Так что установил рекорд. Василий Вудкин, Игорь Катманов. В студии. Василий, приветствую. Приветствую. Сейчас я закончу писать твиттер, что мы начинаем эфир на Спорт.ФМ. Хорошо. И я буду полноценным участником беседы. Да, ну а я скажу, что у нас проходит опрос на странице Спорт.ФМ ВКонтакте. Согласны ли вы с высказываниями Павлюченко в адрес Ари? Варианты следующий. Да, полностью согласен. Пока этот вариант лидирует 48%. Нет, Павлюченко повел себя некрасиво 28%. И третий вариант – это Павлюченко. Надо дисквалифицировать до конца сезона 24%. Ну, я, во-первых, напомню, что дисквалификации кубковые на чемпионат не распространяются. Хотя здесь уже горячие головы. И не только горячие, может, наоборот. Люди, которые рассуждают здраво, они считают, что Ари достоин серьезной дисквалификации. Ну, не знаю как. Я уже провел в своем твиттере опрос большой. Приняло участие 5,5 тысяч человек. И с Павлюченко согласна, что Ари действительно он. Да. Он. Те-таки на процент. Что не он считает 10%. Что Павлюченко сам он 17%. И 22% считает, что Ари – воздушный шарик. А я вообще считаю, что финал получился, как он. Какой-то скомканный финал. И вот, наверное, это... Вот, честно говоря, вот эта драка, которая была в конце матча, наверное, это главное, что запомнится всем. Это в любом случае, наверное, бы запомнил. Ну, нет, почему? После гола было довольно интересно смотреть, мне кажется. Я смотрел финал не полностью. Я смотрел начало. Потом я просто переехал с одного места в другое. Там мне нужно было комментировать в публичном месте Лигу чемпионов. И я переезжал. Вот. Я смотрел примерно, скажем так, первые 30 минут и последние 25. И мне кажется, что после гола было довольно зажигательно. Ну да, я тоже стараюсь. Это чем-то напоминало бокс Тайсон Холифилд. После того, как Холифилд откусили ухо. Вот такой могучий махач без всякого порядка. Ну, вообще, то, что сделал Ари – это вопиюще вообще. Да, это вопиюще. Это, ну, я не знаю, какой дисквалификации это достойно. Там, 10 матчей или сколько. Ну, это просто ужасно. Ну, да, безусловно. Ну, что здесь говорить. Человек о поле устроил махач. Что же тебе делать? Ну, ты вспомнил, мы же видели однажды лет 10 назад подобное в матче ЦСКА Сатурна. И как-то никакими великими санкциями дело не закончилось. Там даже еще круче было. Там покруче было, пожалуй, да. Покруче, пожестче. Да, это, наверное, самая яркая драка была в российском футболе. Вот это, наверное, может, на втором месте будет стоять. Ну, похоже, да. Похоже, да. Тоже можно, кстати, было устроить опрос, какая драка вам больше понравилась. Ну, а что касается… Ну, ту не все помнят. Ну, там еще и… Там, кстати, тоже южноамериканцы участвовали в этой драке. Так же, как и вот в той, которая была в Сочи. Главное, что все это происходило на глазах у Виталия Мутко, да. И он как-то особо на это, я так понял, не отреагировал. Он даже так потрепал по голове Ари, погладил по лысине, что-то там сшепнул ему на ухо, когда вручали кубу. Я думаю, что Виталиевич просто не смотрел. Я думаю, что он просто приехал вручить. Вот, и, наверное, сидел в ложе, пил чай. Я не иронизирую, потому что Виталия Мутко, значит, человек не пьющий. Вот, сидел в ложе, пил чай, разговаривал с кем-то. Ну, как разговаривал? Разговаривать с Виталием Чемутко, это значит, слушать Виталия Чемутко. Он с кем-то разговаривал, наверное, все это время. Потом сказал, оп, пора я тебе награждать. А кого? А, а локомотив. Вот, прекрасно. И пошел, и наградил. И все по-честному сделал. Я думаю, что он просто не видел этого эпизода, мне так кажется. Вполне вероятно. Но сам Мутко сказал, что КДК, естественно, рассмотрит эту ситуацию с дракой. Решения будут приняты по действующим лицам в этой драке. И, как сказал Виталий Леонтьевич, это немного подпортило футбол. Понятные эмоции, не хотели проигрывать, но они, профессионалы, должны держать себя в руках. А судья разобрался. Кто, интересно, не хотел проигрывать? Ария не хотел проигрывать. Ну, наверное, да. Ария уже не проигрывал к этому моменту. Фидлер не хотел проигрывать, а Ария, наверное, просто захотел подраться. Но, как он сказал сам, он, дескать, вступился за Фарфана, насколько я понимаю. Нет, ну, Ария горячий парень, понимаешь. Но он, в конце концов, то из разбитой машины раненых вытаскивает, то вступается еще за кого-то. Ну, такой человек, что поделать. Ну, я думаю, эпизод-то с разбитой машиной все-таки перевешивает эпизод с дракой. Нет, просто это разные эпизоды. Просто можно быть хулиганом в одном случае и героем в другой. Вот и все. Но за каждый эпизод ты несешь, соответственно, самостоятельный эпизод. Нет, если уходить от шуток, то эпизод, в любом случае, безобразный. И за него, конечно же, нужно наказать по полной. А как ты относишься к словам Павлюченко? Что это? Просто эмоции? Павлюченко? Да. А что такое особенного? Послушай, я уже примерно три недели содержу дворовую футбольную команду. Там такие слова, иногда, звучат. Это футбол, часть футбола, то же самое. Ну, там же не предлагают кого-то выгнать из страны, допустим. Пускай уезжают в свою... Ну, знаешь, классический футбольный посыл, который не цитируем в радиоэфире, он дальше, дальше, чем из страны высылает вообще-то. Это нужно вот так рассматривать. Вот и все. Так, посмотрим, что вы пишете. Павлюченко сам вести себя не умеет. Аре, конечно, матчи на пять нужно отстранить от футбола. Ну, дело в том, что, опять-таки, его могут, насколько я понимаю, отстранить только от кубкового футбола на пять матчей. Потому что дисквалификации распространяются в кубковых матчах, они распространяются, соответственно, на кубок. Да. В рамках турнира. И никаких исключений здесь уже, соответственно, не сделаешь. Можно, конечно, внести поправки в закон, как это у нас часто бывает. Ну, я думаю, что здесь, если говорить о правилах, то, на мой взгляд, есть, скажем так, как бы это сформулировать, есть санкции такого абсолютно дисциплинарного свойства, санкции за слова. Вот я считаю, что санкции за оскорбление должны распространяться на все турниры. Потому что это не важно. Вот санкции за футбольные нарушения, за грубости и так далее, они должны оставаться внутри соревнований. А санкции, вот как бы это сказать, сугубо дисциплинарного свойства, я думаю, что должны на все распространяться. То есть, подожди, я не понимаю, ты считаешь, что Павлюченко это... Ну, допустим, за проявление расизма, которого в данном случае не было. Я считаю, что должно распространяться на все турниры. А за драку? Тоже. То есть, это как хулиганство? Да. Понятно. Что случилось с Игорем Денисовым? Нас спрашивают. Ну, я подчеркиваю, что это не может быть применено в данном случае к этому эпизоду, потому что это может быть в будущем, может, когда будет рассмотрено. А сейчас, ну, так все по закону должно быть. Я, честно говоря, не знаю, что случилось с Игорем Денисовым. Нам пишут, что Игорь Денисов не присутствовал на граждании, празднование сбежал сразу после матча. Ну, он всегда был странным. У него бы там бурбули, наверное, были не кормлены. Или бурбуля, там, как это называется, собаки там. А трохан в Сочи, может, привез? Ну, не знаю. Я не знаю, где он сейчас содержит, но так или иначе, у Денисов был и есть странный парень. Насколько я знаю, его не особенно интересуют деньги, его не особенно интересуют титулы, его не особенно интересуют, там, не знаю, титулы, его не особенно интересуют, там, членство в сборной России, его не повезут. И вот точно известно, что Игорь Денисовым интересуют только деньги. Ну, вот. Не знаю, только ли они одни, но они точно его интересуют. Это просто доказано жизнью уже и подтверждено. Ну, наверное, понял, что выиграл, ну, поехал, чего. В конце концов, послушай, Игорь, ну, это же Сочи. Ну, море. Ну, может, там шашлыки перегорали уже. Может быть, да. А может быть, у него, наоборот, какие-то проблемы были, и он, не знаю, к семье торопился. А может быть, и проблемы какие-то были. Я же еще раз говорю. У Игоря Денисова гораздо, есть очень много вещей, которые он ценит выше титулов футбольных. Поэтому я совершенно этим не удивлен. Я надеюсь, что он успел по своим делам. Надеюсь, что все его родные и близкие здоровы, и все у них понятно. Ну, голым праздновал очень эмоционально. Так, ну, давайте посмотрим, что вы нам пишете. Во-первых, здесь очень много вопросов по дерби прошедшему. Так. Ну, давай тогда по дерби поговорим. Давай по дерби. Спартак, все. Чемпион, может быть, раскроешь секрет? Да, Спартак, нет, не раскрою. Почему? Ну, потому что формально еще не все. А, ну, хорошо. Секрет раскрою, когда будет оформлено. А так, если говорить по логике вещей, то да, действительно, вопрос с чемпионством закрыт. Состав матча за суперкубок ясен. Скажем так. Да, и как уже сказал Геркус, мы... Забыл. Сейчас где-то цитату потерял. Это наше Черкизово. Мы покажем им это наше Черкизово. Я с удовольствием поздравляю своего доброго старого товарища Илью Геркуса с этой победой. Вот, я уже сделал это лично. Но вот еще раз хочу сказать, что вот Илью я поздравляю. И очень за него персонально рад. Присоединяемся к поздравлениям. Ну, и всем болельщикам Локомотива, конечно же. Потому что по этому сезону Кубок это была главная цель. Это была главная цель для московского Локомотива. И таким образом Локомотив попадает в Европу. Ну что ж, посмотрим по дерби. Переиграл Каррера, получается? Нет, Каррера не переиграл никого. И вообще эта игра была с точки зрения, мне кажется, организации вполне дворовая. Игра была очень низкого уровня с точки зрения организации игры. Вот, исключая, может быть, первые 15 минут, когда человек, если бы придумал некий штурм... ЦСКА доминировал. Да, некую атаку. ЦСКА, безусловно, доминировал. Вот. Но ЦСКА недооценил обаяние Артема Реброва. Теперь я знаю, что Артем Ребров целует штанги. Но дело в том, что на ЦСКА, на студене ЦСКА, которое пока еще неправильно называть в ЭП-арене, поскольку контракт еще не заключен, вот, ЦСКА... Вроде официально все называют, нет? Нет, 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 нет. Контракт не подписан, насколько я знаю. Вот. Мне, собственно, все равно. Просто, по моей информации, контракт не подписан. Он, наверное, будет подписан. Просто, ну, не важно. Так вот, о, Мария Терская к нам пришла, боже. Какое счастье. Так вот, я хотел сказать, что... Было недооценено обаяние Артема Реброва. Дело в том, что штанги на студене ЦСКА он целовал первый раз в жизни. Было неизвестно, как они его примут. Они могли бы его проревновать. Но уже на первой минуте стало ясно, они его полюбили. И вот после этого, вот после этого, стало ясно, что этот фактор недооценен. Он так зацеловал штанги, что во втором тайме это даже Игорю Акинфееву пригодилось. Да, да, да. Ну, как в сишке-порошке, ну, все, подумал. Чувшесков засос. Да? Значит, как бы то ни было, что случилось, то случилось. ЦСКА, безусловно, выглядел более организованной командой. Но еще раз было доказано, что какой бы то ни был организованной командой, если у тебя нет нападающего, хоть оборганизуйся. Моменты не реализовал, все. Это была игра про реализацию моментов. Ну, и еще я бы хотел поговорить потом про великого бога статистики. Но, наверное, это уже пусто, как мы дадим слово Машу Терской. Да, конечно. Маш, привет. Да, добрый вечер всем. И начну я с того, что подтвердилась информация о завершении карьеры Франческо Тотти по окончании этого сезона. Подтвердила эту информацию новый спортивный директор. Ну, слава тебе, господи, отмучился. Ну, подтвердила эту информацию новый спортивный директор итальянского клуба. Напомню, что является он воспитанником Ромы, дебютировал за основную команду аж в 93-м году, соответственно, века уже прошлого. В общей сложности появлялся он на поле в футболке этой команды более 700 раз и забил свыше 300 мячей. Застиралась, наверное, футболочка-то. Да, да. Ну, может быть, все-таки ее меняли. Он с годами, может быть, как-то менялся. Там, толстел, худел, не знаю. Да нет, он вроде особо так не страдал. Нет, в этом отношении он в порядке. Там все нормально. Талия просматривается. Ну, хорошо. Надеемся, что и после завершения карьеры он не потеряет свою спортивную форму. Это уж не важно, он же женат. Ну, знаете, Василий, жена истина, как говорится. Мария. Боже мой. Да, может и подвинуться. Так вот, в текущем сезоне 40-летний Тотти провел в составе Ромы 25 игр и забил 3 мяча. Кроме того, сообщается, что по окончании сезона контракт с клубом истекает у другого лидера этой команды, Даниэля Дероси, но при этом в клубе утверждают, что полузащитник останется в команде. Теперь о хоккее. Скорее в клубе, чем в команде, но это не важно. Ну, да. Сборная России тем временем прилетела в Кельн, где примет участие в матчах группы А чемпионата мира по хоккею. Российская команда свой первый матч проведет уже в пятницу. Встретится она со сборной Швеции. В воскресенье же наша сборная сыграет с итальянцами. Восьмого числа с немцами, а одиннадцатого с датчанами. Далее Словакия, Латвия и, наконец, США. Ну и, соответственно, в четвертьфинал выходят команды, которые займут в своей группе места с первое по четвертого. По четвертое. А финал состоится 21-го числа, опять же, в Кельне. Ну и, наконец, о теннисе. Организаторы Уимбелдонского турнира в середине июня примут решение о том, получит ли Мария Шарапова многострадальная вайлдкарта для участия в этих соревнованиях, если к этому моменту не сумеет она самостоятельно себе гарантировать право выступить на Уимбелдоне. Напомню, что пройдет этот турнир в июле с третьего по шестнадцатое число. Ну и, соответственно, все мы знаем, что вопрос участия Шараповой в тех или иных соревнованиях до сих пор... Как вы думаете, Мария, дадут или не дадут вайлдкарту? Я думаю, да. Я не допускаю другого. Мне, конечно, дадут. Ну, конечно. Кому нужен Уимбелдон без сирены и без Шараповой одновременно? Вот, вот. Кто будет смотреть? О том и речь. Ну, если только мужской. Особенно после того, как еще и Халиб грудь уменьшила. Ну, кто смотреть будет? Ну, это вообще беда. Это можно тогда Уимбелдону отменять сразу, раз такие дела. Вот именно. Вот я и говорю. Поэтому, конечно же, дадут вайлдкарту. Ну, тогда не будем переживать. Тем более, раньше времени не стоит. Это, в общем, свою дисквалификацию Мария отбыла. И пора уже возвращаться действительно на корт, чтобы было на кого посмотреть. Я вот не понимаю, а как грудь умеет? Все увеличивают, наоборот. А она уменьшила? Да. А ты не знаешь, почему Симона Халиб уменьшила грудь? Мешает, наверное. Дело в том, что просто это увеличивает нагрузку на позвоночник. Тяжело. Я понял, понял, да. Тяжело. Ну что ж, спасибо. Это были новости спорта от Марии Шараповой. А то от Марии. Нет, я оговорился, конечно, а не пошутил. Вот так вот. Слушай, бы сказал, что пошутил. Было бы смешнее. От Марии Терской. Хорошо. Я честно признаюсь. Ну что ж... Я не договорил про статистику. Мы возвращаемся к событиям матча Спартак-ЦСК. Вот, друзья мои, вот цена всей вашей любимой статистики по поводу Виктора Васина. Да? По поводу Васина, защитника, защитник ЦСК, который был лучшим по статистике вообще в течение всего сезона. Статистика – это просто галимая, я не знаю, что так называется, это речневая каша. Я бы не сказал. Нет, так оно и есть. Так оно и есть. Потому что важно, как ты проявляешь себя в ключевые моменты. А в другие можешь хоть обстатистичься, там, как угодно, неважно. То есть в ключевые моменты делаешь вот то, что делает Васин, то, что на твоей статистике. А может, это разовое затмение? Какое-то имеет значение. Именно в этот момент и надо было сделать то, что делает любой защитник. Вынести мяч к чертям. Куда угодно. К голубям, к воробьям, к чертям. Да что угодно. Любой, это прекрасно. Нашло затмение. А на самом деле он… Нет, ребята, он не лучший. Это ВЦСК до Уфы опустили, взяв Васина в основу. А не Васина из Уфы в ЦСК подняли. Каким он был, таким он и остался. Да, причем ему же, по-моему, 28 уже. Четыре года по арендам или три там, я не знаю. Вот она цена вашей всей статистики. Важно не как ты проявляешь себя на протяжении там с первой по 90 минуту каждого тура чемпионата России, а важно как ты проявляешь себя в ключевые моменты. Это, кстати говоря, очень хорошо видно по теннису. Вот великие теннисные комментаторы, настоящие теннисные комментаторы никогда не анализируют статистику. Потому что они прекрасно знают. Теннис вообще очень своеобразная игра. Там можно выиграть меньше геймов, но выиграть матч, да, чем соперник. Важно не то, как ты подаешь весь матч, а важно то, как ты подаешь в самый нужный момент. Вот это важно. И эта статистика не исчисляется. Не, ну подожди. А с другой стороны, вот те подачи, которые были до самой важной подачи, они же тоже играют роль? Насчет матча же они влияют, правильно? Я понимаю, что статистика, она не... Это все перечеркивает. Это все перечеркивает. Я согласен. Вот что важно. Пожалуйста, анализируйте. Пожалуйста, анализируйте. Для того, чтобы понять, над чем работает на тренировках и так далее и тому подобное. Но если человек паникер, он может быть чемпионом статистики во всех остальных матчах. Вот этот биатлонист Агаранчев, да? Прекрасный биатлонист, прекрасный. Но все равно, что в эстафету ее вставить нельзя. Ну нельзя. Ну будет кошмар. В девяти случаях из десяти. Вот и все. А статистика великолепная. Место в рейтинге, там как у них это называется, да? В Кубке мира, там какой-то есть, да? Общий зачет. Общий зачет, там все что угодно. И статистика стрельбы. Но это не сработает, когда его поставишь в эстафету. В девяти случаях из десяти. Поэтому лучше не стоит рисковать. Вот здесь. Просят твое мнение, почему на дерби не было аншлага, вообще твое отношение к этому и к... Потому что Гиннер не умеет продавать билеты. Он вообще не думает о публике. Он не умеет этого делать. Гиннер и Роман Бабаев не умеют продавать билеты. И никогда, видимо, уже не научатся. Есть звонки у нас. Феликс дозвонился на Спорт.ФМ. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы поздравить футболистов Лукомотива с победой. Отдельное спасибо болельщикам за массовый выезд. А вопрос? По опросу, значит, хотел... Тоже мне доблесть. Массово выехать в Сочи, интересно. Ну, такого не было уже очень давно. Это первый раз, когда болельщики... Ну, так и в Сочи давно не играли, да. Выехали люди в Сочи. Что благодарить-то? Прекрасно люди провели время, искупались. Вопрос ваш, Феликс, время поджимает. Вопрос, значит, считаете... По поводу ЦСКА Спартак. Считаете ли вы, что Спартак является командой заслуженной на первом месте? Как мне кажется, это не чемпионская игра и не чемпионская команда. А кто чемпионская команда? Чемпионская команда, я считаю, по игре ближе было ЦСКА до этого. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы знаете, вот эти все... У Спартака такой отрыв... Есть два соображения по этому поводу. Во-первых, да, действительно, не каждый раз в чемпионате бывает команда, которая лучше всех показывает самый качественный футбол, организованный, который там поддается расшифровке, идее которого понятно и так далее. Но чемпионаты разыгрываются каждый год. Поэтому на каждый год больших команд не напасешься. Что касается заслуженности, это идиотская послуг вопроса, потому что никакого способа выяснить лучше, кто больше заслуживает, чем провести двухкруговой турнир, матч дома, матч на выезде, лучшего способа выяснить, кто заслуживает, не существует. Вы говорите, а мне не нравится, что Спартак будет чемпионом. Вот вы так говорите. А про заслуженность не надо. Не надо про заслуженность. С четвертого тура команда, как у нас, 28-й был, да, по 28-й лидирует в чемпионате. Исключительно Спартак идет на первом месте. С большим отрывом, с меньшим отрывом, сейчас со значительным отрывом. Как можно говорить о незаслуженности? Вы можете говорить, что вам это не нравится. Вы можете говорить, что было бы лучше по-другому, по вашему мнению. Но о заслуженности, о справедливости вы не говорите. Потому что более справедливого способа, более объективного способа выяснить, кто заслуживает, чем двухкруговой турнир матч-дома-матч на выезде, не существует. Или предложите его. Вот и все. Ну что ж, я напоминаю, можете звонить 276-093-2 или 1-93-2. Это телефоны прямого эфира Спорт-ФМ. Мы хотим задавать свои вопросы Василию Уткину, мы тогда ненадолго прервемся. Реклама. Хочу ремонт, но без хлопот. Тогда только в МЭС Комфорт. Капитальный подход к каждому клиенту. Выезд мастера по Москве бесплатно и два года гарантии. А до 15 июля при заказе от 20 тысяч рублей эскизный дизайн-проект в подарок. Подробности на messdefizcomfort.ru. Акция действует на территории Москвы и Московской области. И вот он выходит на финишную прямую и забивает сразу два гола! Два! Что может быть лучше? Я знаю, что может быть лучше. Лучше две плюс одна. При заказе двух пицц в Доминос. Третья в подарок. Ваши две пиццы Доминос и третья в подарок. Доминос.ру. Доставка 30 минут. Доминос. Всем болельщикам при заказе двух пицц. Третья в подарок. ООО «Пицца-рестеранс» Москва. Улица Габунова, дом 2, строение 3, помещение 2, 1, это 4. УГРН 112-774-718-8909. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. Сто лет в истории спорта на «Спорт-ФМ». 1947 год. Государственная радиостанция США «Голос Америки» начинает вещать на территории СССР и стран Восточной Европы. В городе Розуэлл упавший метеорологический зонд принимают залетающую тарелку. Михаил Калашников создает легендарный автомат. А в это время. Английский военный летчик Джон Кобб и конструктор Рид Рейлтон готовятся к новому супер-рекорду. Гонка за скоростью – одна из древнейших забав человечества, и аппарат Рейлтона должен установить новую планку. Автомобиль Рейлтон Спешл, влекомый двумя авиационными моторами и управляемый твердой рукой Кобба, в пух и прах разнесет все прежние цифры. Трехтонная машина, похожая на застывшую каплю ртути, разгонится до 640 км в час. Это будет последний рекорд скорости, установленный на классическом двигателе внутреннего сгорания. Лишь два десятка лет спустя машина, оснащенная газовой турбиной, станет чуть быстрее. Слушай каждый день истории спорта. Будь первым. Будь первым. Спорт-ФМ. Спорт-ФМ. Также можно принять решение по данному вопросу на общем собрании собственников квартир. Павлюченко не говорил лишнего после финала Кубка России с московским локомотивом, так считает президент Екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов. Эти эмоции были после игры, а не травля. Роман много сделал для российского футбола, сказал Иванов журналистам по телефону. Московский локомотив во вторник со счетом 2-0 обыграл Екатеринбургский «Урал» в финале Кубка России в Сочи. В конце матча на поле началась массовая драка, по итогам которой арбитр Алексей Николаев удалил четверых футболистов. Позже Роман Павлюченко в разговоре с журналистами высказал ряд нецензурных слов в адрес нападающего локомотива «Ари». Это пока все новости. Мария Деева. Все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на «Спорт.ФМ». Теперь ситуация на дорогах. По данным портала Яндекс.Пробки движения в Москве плотная. Общая ситуация оценивается в 5 баллов из возможных 10. Самая длинная пробка на внешней стороне МКАД от Боровского шоссе до Ясенева. Скорость потока там 12 км в час. Время проезда 50 минут. Полчаса потеряете на внешней стороне Третьего транспортного кольца. От Краснопрудной улицы до улицы Новая Башиловка. 20 минут на внешней стороне МКАД от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Также от Руплево-Успенского шоссе до Строгино. Когда спортивные новости освещают чуть больше, чем полностью. Когда важные заявления делаются из первых уст. Когда любой результат дает пищу для размышлений. Говорят, что тема раскрыта на все 100. Каждый день спортивное шоу на все 100 с Дмитрием Герунцом. Слушай Спорт-ФМ на все 100 каждый будний день в 19.00. Спорт-ФМ. 100% футбола. Продолжается программа 100% футбола. Василий Уткин, Игорь Кэтманов. В студии Спорт-ФМ говорим о футболе. Естественно, о прошедшем финальном матче Кубка России, в котором Локомотив обыграл Урал. Конечно же, с Василием мы поговорили и по дерби. ЦСКА, Спартак. Ну и, конечно же, сегодня матч 1-2 финала Лиги чемпионов. Монако против Ювентуса. Напомню также, что и полуфинал Лиги Европы. Аякс, Леон, 19, 45, 21, 45, Монако-Ювентус. И у нас на прямой связи комментатор Матч ТВ, ведущий Спорт-ФМ, Нобеля Рустамян. Как раз-таки о матче Монако-Ювентус. Нобель, приветствуем тебя. Здравствуйте, здравствуйте. Игорь, привет, Вася. Нобель, у вас Монако? Нет, Вася, только Ювентус. Сегодня. Так-то я против Монако как команда и как княжества, естественно. Ничего не имею против, только за. Так, ну и скажи нам, пожалуйста, какие шансы, на твой взгляд, у Монако в противостоянии с Ювентусом? Мне так видится, что их очень мало. Во-первых, Сидибе, да, сегодня, скорее всего, не сыграет. И под вопросом участия Бакаяко. Это основные игроки Монако. Плюс ко всему мы видели силу Ювентуса реально. Если это изменит ситуацию и твои прогнозы, то сегодня у Ювента не играет Сидира. Тоже игрок основы. Он дисквалифицирован, да. Имеет равное значение для своих команд. Я думаю, что у Монако нормальные шансы. Вопрос просто в том... Меня больше не интересует, как игра будет развиваться. Игры будут развиваться, чем у нас первая игра. Потому что, мне кажется, важный момент. Все команды, предыдущие, с кем играл Монако, они с удовольствием, вот, знаешь, втягивались в эту... Открытый футбол. ...в эту гонку с Монако, да, в эту стрелку голевую. И Манчестер-Сити этим увлекся. Мне в первых матчах, наверное, это было, в принципе, нормально для Сити и Дортмунд. Но Ювентус так, конечно, не будет играть. Ну, с Дортмундом другая история была. Ну, в основном, в основном, второй матч получился голевым. Второй матч уже был после первого, который Дортмунд проиграл. А первый он проиграл, потому что случился эксцесс, после которого трудно было... Ну, да, потому что итог был таким, что получилась игра, кто больше забьет. Ну, по сути, да, то есть... А обычно как? Здесь, я думаю, что стороны будет кто меньше пропустит. Да, вот если это, кто меньше пропустит, это итальянский подход. Кто меньше пропустит? Кто меньше пропустит. И в этом плане, я думаю, что Ювентус не будет, конечно, сегодня пытаться... Вот правило, да, забить гол на выезд, оно очень важное. Да, особенно в современных двухраундах в противостояниях, когда нивилируется где-то игра, ну, как бы домашняя, гостевая. Но сейчас, я думаю, что Ювентус старается максимально сыграть надежно и, скорее, для Ювеса цель не пропустить, не попытаться увязнуть, да, вот, вязаться в эту гонку голевую, а все же максимально потушить огонь на Монако и, вот, сделать игру максимально простой для Ювеса. То есть 0-0 и надеяться, возможно, на ответный матч, где будет победа, ну, опять-таки, вообще, болельщиков. Ну, опять-таки, не нужно... Ивентус будет играть, потому что я в атаку, но Ивентус не будет это делать, угождая Монако, который, естественно, хочет играть в такой лучший футбол и может играть в такой лучший футбол. Этого не случится, я так думаю. Я не думаю, что они будут там, например, выражаясь языком букмекера, тот, кто больше... Я думаю, что они будут меньше. Слабаки. Да, 1-1. Слабаки. 1-0 в чью-то в пользу, либо Юве, либо Монако. Но сегодня не будет... Слабаки. Посмотрим, Вася. Сейчас, знаешь, хочется мне лично финала Реал-Ювентус. Мне хочется финала Реал-Монако. Ну, видишь, в Монако есть все шансы, чтобы твою идею, твою мечту... Мне хочется финала Реал-Монако, ну, потому что все-таки, наверное, все-таки Атлетика, может, там не увидим точно, я так полагаю. Как ты считаешь? Я еще, да, не увидел. Вот, ну, а что за тоска смотреть на Ювентус в финале? Ну, что это, ей-богу? Почему тоска? Ну, опять же, станут на 0-0 игра. Ювентус 3 заявил в Барселоне. А? Ювентус — это тоскливая черно-белая история. Нет, ты не прав. Одну секундочку, а можно я скажу? Да. Тоскливая черно-белая история о том, что жизнь — есть черная полоса, есть белая полоса. Потом вот все эти ваши садоводческие измышления, то, что Ювентус созрел, тоже мне яблоко или картошка. Вот, созрел. Ну, созрел. Интересно, созрел. Да вообще неинтересно. Я так не говорил. А вот, ну, ты все время так говоришь. Монако не дозрел. А вот, а вот, а вот, такая история, как история Монако, не было уже больше 20 лет. Последний раз вот так вот молодая, ниоткуда команда взлетала. В 95-м году это был Аякс. И я очень сожалею, и я, а я, а я договорю, можно? Да ну что, это была другая история. Это все другая Монако. А вот сейчас молодая команда, которая несет в себе новые совершенно имена, новые идеи. И, кстати говоря, безусловно, лучший тренер Лиги чемпионов этого года Леонардо Жардин. Вот, вот, вот это действительно, вот я бы хотел, чтобы, я вдруг понял, что я хочу, чтобы новое поколение болельщиков увидело пример такой команды, которая взлетает, которая взлетает на молодежи, которая взлетает на новые какой-то игровой идеи. И, может быть, даже вот это будет такой сполох на небе, да, вот она не останется там, как рефим, ее, наверное, разберут. Вот, я это видел в Аяксе 95-го года, а вот уже 20 лет, уже студенты мои уже этого не видели, понимаешь? Какие мои команды этого не видели? И не помнят этого. Я хочу, чтобы люди посмотрели на такой феномен. Вот, вот, чего я хочу. Ну, в крайнем случае, разберут Ювентус. Они уже насмотрелись, уже матчи с Мачетверситетом, два матча с Ювентусом будет впереди. Поэтому 8 матчей... Это не хватит. Нужен титул. Нужен титул. Если будет играть Монако в финале против Реала... В финале Реал-Монако, ты болеешь за Монако. Да. Я буду болеть за Монако, вообще весь оставшийся цикл. Против панцев. Да. Все, я зафиксировал. Короче, понятно. Если Барселону в Ювентусу не забило, это звездное их трио, да, МСН, значит, Монако это будет еще сложнее сделать. В общем-то... Нет, я так не говорил. Я так не говорил, Игорь. Ну, хорошо. Играем на 0-0. Хорошо. А как скажешь? Добро, а где ты находишься сейчас? Я по Леновым сейчас еду по Московскому центральному кольцу. Ну, мы с Московскому центральному кольцу. То есть ты не на игре. То есть ты не на игре. Я понял. Хорошо. Нет, нет. Мы с Михаилом Поленовым сейчас едем по этой прекрасной... Передавай Михаилу привет, чтобы еще он отвечал на смс-ки. А тот что-то он перестал. Хорошо. Хорошо, спасибо. Все, договорились. Давай. Пока. Спасибо. Это был Нобеля Рустамяна. Ну, что ж, символично. Прекрасной железной дороги. После победы локомотива в Кубке России едет Нобель и рассуждает о матче Ювентуса и Монако. Точнее, Монако-Ювентус сегодня у нас в Монако. Монако-Ювентус, а если Леонардо Жордим, допустим, крупно проигрывает в полуфинале Ювентус, на твой взгляд, я думаю, что он все равно заслуживает титула лучшего тренера. Ну, это все-таки всегда бывает напрямую связано с титулом чемпиона. Конечно, Жордим, скорее всего, обрастет в этом году титулом чемпиона Франции. Но чемпион Франции не самая такая сладкая история. Вот если он где-то в финал там проиграет, это не будет иметь, мне кажется, значения. Жордим очень интересно, потому что он перестраивает команду и по ходу матча. Видно, что у них есть наработанные варианты, видно, что у них есть работанные стандартные положения. Работает тренер, в общем-то, да. Вот у Реала все стандартные положения наработки. Это вот Криштиану отмерить, отойти и ноги расставить. А больше ничего нет. А там ничего и не надо с таким составом. Ну, вот им, конечно, конечно. Я об этом и говорю, да. Вот, но у Жордима другая задача. Мне кажется, что это очень интересное явление. То есть ты хочешь сказать, что вот Зидан работает в Мадридском Реале, и мы не можем реально оценить Зидан, его потенциал как тренера? Да нет, просто это же вечный путь развития футбола двумя дорогами. Есть команды, которые собирают звезд, собирают футболисты с уникальными возможностями. Есть команды, которые не могут себе этого позволить, и они строят ловушки. Вот и все. Но там больше зависит от тренерской. Да, у Реалу нет нужды строить ловушки. Тут... Все же определяет результат. Про римское дерби спрашивают, про Тотти. Про Тотти мы, кстати, еще обязательно поговорим, потому что мне кажется... А что про него говорить? Заканчивает не мужик, заканчивает с футболом. Что может позаичнее? Легенда средней команды. Согласен. Ну и что? Ну и заканчивает. Ну и пускай заканчивает. Тоже не драма. Тоже не драма. Человек в 40 лет заканчивает играть в футбол. Хо! Реклама Технологии всегда были и остаются нашей сильной стороной. Мы знаем, что такое настоящие внедорожники. Именно за это нас ценят наши клиенты. И в мае мы дарим выгоду 200 тысяч рублей на Митсубиши Аутлендер и новый Митсубиши Паджаро Спорт. Митсубиши. Надежно. Реклама. ОММС. Предложение ограничено. Выгода на покупку автомобилей распространяется на Митсубиши Паджаро Спорт 16 года выпуска и Аутлендер. При сдаче автомобиля в Трейтон. Только до 9 мая в Техносиле скидка 30% на любой второй товар. Например, при покупке духового шкафа Бош за 24 990 рублей. Варочная панель всего за 13 993 рубля. Подробности акции у продавцов-консультантов Техносилы. Тевизавр.ру Фильмы, мультики онлайн Ты с друзьями и семьей Тевизавр, выбирай Здесь и русское кино Можно и расслабиться Тевизавр.ру Заходи, понравится Он воплощение силы По его венам бежит мощь чистокровного дизеля Под его капотом бьется неутомимое трехлитровое сердце Восьмиступенчатый автомат и полный привод 4Motion делают его быстрее маневреннее Электронные ассистенты придают ему уверенности И он настолько умный, что умеет пользоваться смартфоном Он премиальный пикап с новым двигателем V6 Volkswagen Amarok Воплощение силы Подробности у официальных дилеров и на сайте volkswagendefizcommercial.ru СПОРТ-ФМ СПОРТ-ФМ Путь первым До Кубка Конфедерации Осталось 45 дней СПОРТ-ФМ Мы делаем спорт ближе А сейчас 100% футбола Говорим о футболе на СПОРТ-ФМ Василий Уткин и Игорь Катманов Можете звонить 276-093-2 или 1-93-2 Это телефоны прямого эфира СПОРТ-ФМ Код Москвы 495 Но сейчас в студии появилась Мария Терска И ей передаем слово Да, спасибо И приветствую всех еще раз Вот нападающий Урал Роман Павлюченко Высказался по поводу произошедшей ситуации В финальном матче Кубка России По поводу драки Да, да, да И по поводу своих высказываний Он заявил, что Ария должен понести наказание В виде многоматчевой дисквалификации Но при этом отметил, что оскорблять его В беседе с журналистами не стоило Но я напомню всем эту историю Встреча Урала и Локомотива проходила накануне Он назвал его презервативом Да, да, да И в конце встречи футболисты устроили потасовку Четверо, в том числе Ари, были удалены с поля И после матча в смешанной зоне Павлюченко на просьбу прокомментировать состоявшуюся игру Вот именно так Ари и обозвал И сейчас считает, что бразилец, который приезжает Ну, в принципе, любой иностранец, по словам Павлюченко Который приезжает в другую страну Работает там, да, играет в футбол Получает за это деньги Не должен себя вести подобным образом Вот этого Павлюченко не уточнил Ну, при этом, конечно, сказал, что Да, я тоже не должен был употреблять соответствующие выражения И по поводу своего потенциального наказания Он считает, что, процитирую его Наверное, что-то будет Я уже был наказан недавно Сейчас опять в центре скандала Ну, что поделаешь, что произошло, то произошло Вот так Понятно Интересно, все-таки, вот Как здесь это связано с, так сказать, бразильством Ари? Ну, нет, он имеет в виду, что Тут, наверное, смысл был в том, что Чужой монастырь, как говорится, да, со своим уставом То есть, неважно, бразилец или кто-то другой Ну, любой иностранец, в общем Это не бразильский устав Во всех Абсолютно во всех странах дерутся Примерно по одним и тем же поводам Дерутся или не дерутся Ну, понимаете, мы же очень любим Ивана Павличенко Мы знаем его За ним очень много разных достижений Очень много разных успехов Мы помним прекрасное Евро-2008, да Мы его любим и ценим Но не за то, что он умный Именно этого о нем мы не знаем Мы, Волченко, очень хороший футболист Вот А это не одно и то же Ну, наговорил человек и наговорил 40 бочек арестантов Ну, пожалуйста, что ж теперь сделаешь Ари подрался, Волченко наговорил Вот они друг другу стоят Ну, в принципе, да, равнозначно, наверное Станов сказал, что свободная страна И каждый может говорить все, что захочет Ну, не все, что захочет, конечно же Потому что есть еще и законы какие-то, да Потому что нельзя призывать к насилию Например, да, к свержению государственного строя Нельзя призывать Ну, вроде к насилию не призывал, да? Не призывал, да, совершенно верно А так получается, что они с Ари оба Получается, такие вот из одной пачки Друг друга стоят, в общем Контрацептивы, да Ну, это все стоит друг друга, конечно А что ж, и нормально Ну, теперь более приятная новость У одного нет нервов, у другого мозгов Ну, и нормально, все хорошо Да, теперь новости поприятнее Голкипер ЦСКА Илья Сорокин И нападающий армейцев Кирилл Капризов В минувшем сезоне, который выступал За офимский Словат Юлаев Претендует на награду лучшему молодому хоккеисту Европы Победители будут объявлены 13 июня в Праге И соперниками наших игроков в споре вот за эту награду Являются не столь известные хоккеисты Это нападающий шведский Юэль Эриксон Эк Чех Доминик Куболик И Оскар Линдблум Также из Швеции Как вы думаете, удастся Сорокину или Капризову Обойти соперников своих? Во всех категориях я слышал впервые Нет, ну Капризову Сорокину я знаю Линдблла я тоже слышал Но не знаю, честно говоря Я так внимательно не слежу за шведскими игроками Ну будем надеяться в любом случае И новости Солнечной Ларнаки Где проходит Кубок Мира по стендовой стрельбе Там россиянин Артем Некрасов Завоевал Главное не событие Главное то, где оно состоялось Так вот, россиянин Артем Некрасов Завоевал серебряную медаль В дабл-трапе На очередном этапе Кубка Мира В финале он набрал Аж 72 очка из 80 возможных То есть практически на 4 с плюсом Сдал Всего лишь на все Ну все равно неплохо Ну понятно, лучшие российские строки сейчас выступают в Сирии Да уж Победу одержал итальянец Даниэль Деспиньо И третьим стал еще один итальянец Давида Гаспоринь Вот так вот Спасибо Ну да, а что касается Романа Павличенко То я сам человек, которому он однажды хотел Вернее собирался подрезать язык Подрезать? Да, да, да Ну отрезать или подрезать Там я не знаю, чего уж он имел в виду Была такая история Но ничего страшного в конце концов Я же, знаешь, это я бегать с Романом Павличенко в запуске не могу А если вот захочет подрезать мне язык Так у нас с ним весовые категории-то разные Вот, что я ему тогда и объяснил Ничего страшного Нет, Ари Ари заслуживает всяческого порицания Но то, что Рома не очень хорошо умеет выражать свои мысли В минуты душевной невзгоды Это давно известно И тоже Мне эта история кажется бесконечно милой Вот и все Она бесконечно мила, очень хороша И, в общем, ну что в конце концов Два мужика языками зацепились Что может быть прозаичнее и веселее Из этого рождаются кинокомедии, драмы Иногда трагедии рождаются Надеюсь, к этому не дойдет Ну да, главное, чтобы трагедии не было У нас звонки зато есть Александр на Спорт.ФМ позвонил Здравствуйте Да, здравствуйте, Василий Здравствуйте, Игорь У меня вопрос по ЦСКА один И один по Лиге Чемпионов По ЦСКА хотел спросить Как Василий Оценивает игру Витиньев И каковы его перспективы В ЦСКА может ли он лидером стать Витиньев не соответствует Витиньев не соответствует уровню задач Которые последуются перед ЦСКА Да ладно Мое мнение А второй вопрос Да ты пропал Вы исчезли Жалко Вопросов по Лиге Чемпионов не будет Но может быть еще будут звонки А почему Витиньев не соответствует тем задачам Которые ставит перед собой ЦСКА Потому что не соответствует и все Скажи почему соответствует Боже ты мой А кто тогда в ЦСКА соответствует В ЦСКА нападающего нет Ну должно в уровне сейчас Я не знаю Я не готов оценивать перспективы Чалова Потому что я вообще не умею оценить перспективы молодых игроков Я просто не обладаю таким опытом, способностями и знаниями Вот Но в остальном да Нету и все А ты имеешь ввиду Витиньев как центрального нападающего Да И здесь я согласен Потому что в принципе это наверное не его позиция А какая у него позиция? Ну я думаю под нападающим он лучше сыграет Или второго форварда Ну жизнь покажет Пока по-моему он очень хорошо соответствует позиции охранника в клубе Нет, это и позиции лучше Ари все-таки наверное соответствует Правда он не в ЦСКА Может быть и Ари тоже Не знаю Есть еще звонки Дмитрий, здравствуйте Добрый день, ребят, хорошего эфира Первое, хочу сказать, что я с Василием полностью согласен по поводу Монако Я считаю, что конечно же это было бы прекрасно Если такая команда смогла выиграть либо чемпионов или финале хотя бы оказалось И второе вот по поводу финала кубка России вчерашнего Вот свое мнение хочу коротко сказать И потом Ваши ребята тоже все-таки Мне кажется, что слишком много именно собак вешают именно на Ари То есть и Фидлер вообще в стороне То есть как будто бы он не был совсем зачинщиком всего этого конфликта Инициатором, да? То есть почему-то у нас Ари главный владей оказался И все собаки на него, и его надо там диспансировать Ну, дело в том, что в этом конфликте Ари вел себя агрессивнее всех, да? Правильно? Какая разница? Что степень агрессии? Это же драка, это же муская ситуация Слушайте, Фидлер получил красную карточку, так же как Ари Вам кто-то там гудит Спасибо вам за звонок Ну, я не знаю Василий, согласен, что всех собак вешают на Ари Ну, вы знаете Драка вообще дело такое несправедливое Поэтому чего же теперь судить в том, что вы на всех собак одинаково повесили На кого-то больше, на кого-то меньше Кто-то лучше себя провел, кто-то ярче, кто-то тусклее Тут какие проблемы-то, собственно Вот, поэтому будем считать, что Ари проявил себя в этой драке ярче всех Я просто помню, что четыре красные карточки Это был рекорд чемпионатов России до сих пор Не чемпионат, а кубок Я помню этот матч прекрасный Матч Алания-Спартак, который судил еще тогда бывший арбитром Николай Левников Ну вот, снова мы выделили четыре красные карточки Я считаю, что это вообще событие, которое стоит запомнить Так, ну а здесь нам пишут на WhatsApp Василий, вы раньше говорили, что Реал, Мадрид и Ювентус Ваши две любимые команды Или это уже не так? А я еще много раз говорю, что я не болельщик И я могу болеть за разные команды Да, действительно, исторически я симпатизирую Реалу, Ювентус Я вообще Челси очень люблю По дружбе, так сказать Вот, но я же много... Вы не слушайте меня Я все эти годы говорю, что я не болельщик Мои симпатии меняются Хотите, называйте меня Глори Хантером Хотите, что угодно Я считаю, что вот сейчас весна И я вполне вправе влюбиться в Монако Тут возмущаются по Франческо Тотти Чемпионы мира исторически невеликие Чемпионов мира 23 человека было Вы по Гроссу так плакали, когда он уходил По Матерации плакали таким образом Человек в 40 лет уходит из футбола Что может быть прозаичнее? Я думаю, что здесь просто вопрос в том Что он отыграл все это время за одну команду Больше поэзии не в том, что я сяду на диету Чем в том, что у тебя ходят из футбола Из Ромы? Как куда угодно Просто редкое явление В нынешнем современном футболе Да, безусловно, легенда Безусловно, легенда Средней команды, но не мирового футбола Вот не нужно менять Подменять этому другим Здесь надо, наверное, еще учитывать тот факт Что у Тоти на протяжении практически всей карьеры Самый большой контракт был среди всех футболистов Это пожалуйста Чего еще деньги считать? Нет, я к тому, что все говорят Вот, он не уходил из Ромы Во-первых, у него, может быть, не было предложений Во-первых, вверху он никому не был больше нужен Вот Потому что на рынке мировых звезд Он абсолютно средняя величина Ну, конечно, в честь теоретических Вполне возможно, его бы купил Кристал Пэллс Я допускаю это совершенно Может быть, даже Ливерпуль Хотя вряд ли В Ливерпуле другая политика была все это время То есть по факту ты считаешь, что Тоти Это, ну, там, игрок чуть выше уровня Диканева условного, да? Тоти, Тоти легенда Но это легенда Ромы И не более того И не более того И то, что человек уходит 40 лет из футбола В этом нет никакой драмы Никакой трагедии В этом нет повода для проливания слез Это быт Так, смотрю, что здесь пишет Фома нам пишет Я, конечно, понимаю, что вы недолюбливаете Юве Опираясь на какие-то уже устаревшие стереотипы Как-то я недолюбливаю Юве Я с детства болею за Юве Это за Юве играл мой любимый футболец в полтене, интересно Если что, я недолюбливаю Так это раздутые амбиции болельщиков Юве Я вообще очень не люблю переоценку Я замучился, слушайте, сговор о том, что Юве созрел Прям как лимон А это вам не лимон А Монако-то еще не созрел Нет, Монако-то другая история Просто интересно Согласен, да Голгипер ЦСКА Илья Сорокин и нападающий армейцев Кирилл Каприза В минувшем сезоне выступавший за финский Салават Юлаев Претендует на награду Альянса Европейских Хоккейных Клубов В номинации лучшему молодому хоккеисту Европы Об этом сообщается в приз-релизе организации Сорокин отмечен за коэффициент надежности 1,61 И процент отраженных бросков 93% в регулярном сезоне КХЛ Капризов за попадание в символическую сборную молодежного чемпионата мира А также за рекорд и результативность КХЛ для игроков моложе 20 лет Победители будут объявлены 13 июня в Праге Пока это все новости Мария Деева Все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.фм Депрепогоде в Москве сейчас плюс 15 Ветер северный 3 метра в секунду Атмосферное давление намного выше нормы 755 миллиметров ртутного столба Сегодня вечером и предстоящей ночью плюс 4 Без осадков атмосферное давление будет расти И достигнет 760 миллиметров ртутного столба Завтра днем максимальная температура плюс 11 Облачно с прояснениями ветер северный 3 метра в секунду Продолжаем говорить о футболе на Спорт.фм Василий Уткин, Игорь Катманов 276-093-2 или 1-93-2 Это телефоны прямого эфира Спорт.фм Пробегусь быстро по вашим сообщениям На WhatsApp и Viber 925-4-2-93-2 Так, Дмитрий пишет Почему не сообщается? Сколько осталось дней до Кубка мира по хоккею А до Кубка конфедерации идет оповещение Хоккей для вас не так Да, хоккей для нас не так Дмитрий, вы странный человек, честно говоря Во-первых, не Кубок мира по хоккею Кубок мира по хоккею уже прошел давно Это чемпионат мира по хоккею Так, что вы скажете, когда уйдет Буфон? Вот такой вопрос Ну, давайте, вы подождете Я надеюсь, что к этому времени Мы еще не придем сотрудничать со Спорт.фм И узнаете, что я скажу тогда Буфон великий игрок А Тотти нет Ну, а у нас звонки есть Александр на Спорт.фм дозвонился Здравствуйте Алло, да здрасте Я вот вам звонил Оборвалось, к сожалению По поводу ЦСКА, по поводу Витиньев Хотел уточнить По Лиге чемпионов Мы про Витиньев вам ответили Да, да, про Витиньев я просто хотел Было такое ответение От Карвалья Который играл, если помню, в ЦСКА По Лиге чемпионов Я просто хотел бы узнать у Василия Как он оценивает шансы Монако На Ювентус очень скучно Смотреть с точки зрения зрителя А Монако Я надеюсь Я ничего против Ювентуса не имею Потому что команды сильные И у меня есть очень серьезные чувства По отношению к Паулу Дибале Мне кажется, что Я вообще мечтаю, чтобы этот футболист Перешел в Реал Вот, видимо, это до этого далеко Но, тем не менее Там Реал Назара нацелился Нет, я ничего плохого По отношению к Монако не имею Я просто говорю Мне оснащили разговор Потому что Ювентус созрел Вот, понимаете Кубок чемпионов не собирают Как урожай Тут созревание не имеет значения Вот я про эти разговоры Говорил в первую очередь Ювентус достойная команда У него прекрасные шансы Выиграть трофей Но я переживать буду за Монако Потому что Просто не было давно такой истории А шансы-то как оцениваешь все-таки? Наверное, как минимальный? Я не буду оценивать шансы Я могу сказать, что вот Что бы я сказал вчера Если бы я был вчера Вот в это время у вас в эфире Я бы сказал, что мне это напоминает Выборы во Франции Выборы президента Франции Когда есть четыре претендента И у всех примерно Вот где-то от 25 до 20 Вот у четверых Как-то вот так вот в этом интервале И все понимают, что все решится Когда люди придут на участки И проголосуют Что-то в последний момент решится Вот я считаю, что Перед началом полуфиналов Вот четыре команды Которые в полуфинал вышли Вот они примерно как четыре претендента На пост президента Франции В первом туре Это Макрон Макрон, Ивентус Это кто? Макрон или Лилипан? Макрон, Лепен, Меланшон и Фион Да, вот так практически вот Как три поросенка-то Все это звучит Макрон, Фион, Меланшон и Лепен Нет, я не хочу сравнить никого персонально Потому что это уже будет как-то странно И структура чуть другая Но тем не менее Это тоже будет второй тур В виде финала Ну да Я считаю, что у всех шансы сопоставимы У Монако на данный момент Механически меньше всех Но не настолько сильно Чтобы считать Что их нет Нет, на сегодняшний день Уже меньше всех у Атлетика, наверное Ну, сегодня уже да Сегодня уже нет Атлетика просто выбыл Все, забудьте про Атлетику Это невозможно Этого не будет Вот Забытая история К сожалению С петопесенком А мы, кстати, об этом не говорили совершенно сегодня А Атлетика-то не созрел Нет, просто мы об этом сегодня Почему-то совершенно не поговорили Хотя это, казалось бы, последнее Значимое футбольное событие Ну, давай поговорим, да А Атлетика Да, ты меня не спрашивал про Атлетика Стало ли тебе вообще удивительно То, что Реал так Я хочу сказать, что Немножечко накрывается История про великого тренера Симеона Почему? Про великого тренера Симеона Который лучше всех С отрывом на голову Вот Ну, то есть с отрывом на голову У него всегда было хорошо Прямо скажем У Симеона Нет Ну, как же так Ну, вообще ничего не придумали Вот просто вообще ничего не придумали Выглядели вчера подушечкой Атлетик Ну, так как-то несерьезно Ну, не знаю Ну, если уж иметь в виду Что вами руководит Вроде как лучший тренер мира На данный момент Как-то принято сейчас говорить Хэштег прямо сейчас, да Тогда это не достоинно А и Нет Нет, нет, нет Ну, все-таки весовые категории разные Да почему? Ну, где Реал, а где Атлетика Даже если сравнить наличие игроков Послушай Атлетик и Реал За последние три года Дважды встречались в финале Кубка чемпионов Да Атлетика один раз Вел в счете до последних минут И позволил сравнять И проиграл в дополнительное время Да То есть где Реал, где Атлетика, да И другой раз Атлетика проиграл в основное, конечно, время Но, тем не менее, Атлетика прошел на пути к финалу Баварию и Барселону Если бы еще прошел и Реал Это было бы просто То есть это был бы переход Суворова через Альпу Я не знаю Ну, что еще? Ну, просто у меня такое ощущение Что Атлетика играет, ну, на грани Играет на надрыве Вот, в конце концов Пупок и надорвали У Реала По Реалу такого ощущения не складывается А вот Должно складываться Должно складываться И дело все в том, что просто вообще было непонятно Во что они начали играть с Реалом Если играть с Реалом в шансы Да, действительно Это абсолютно бессмысленная история Они сыграли, они получили три Вот, да Ну, мы же Я же говорю Если мы рассматриваем Диего Семенова Как выдающегося тренера Не просто хорошего То, что хороший тренер Вообще, без сомнений Никаких сомнений нет Как выдающегося Ну, ты придумай что-нибудь Ловушечку какую-нибудь Там, комбинацию какую-нибудь Ни одного наигранного стандарта Кстати говоря, опять же Ни одного Хотя нет, один был Один был наигранный Когда вот они Забросили мяч Покатили мяч в штрафную справа Да, и там был удар Година Это было Это было, да Но в целом Ну, мне кажется, все-таки Чтобы оценивать Симеона Оценивать или не оценивать Как выдающегося тренера Наверное, он должен работать В клубе большего калибра Нежели Атлетика Мадрид С большими возможностями Так скажем У Атлетика вполне Достаточно возможностей У Атлетика очень хороший состав И, может быть, Атлетика В смысле статус Конечно, команда Которая, например, никогда не выиграла Кубок чемпионов Но когда-нибудь выиграет Нет Тут Я не думаю, что в мире есть клубы Ну, кроме двух-трех Может быть, четырех Которые располагают Большими возможностями Чем Атлетика Мадрид Бавария, Реал, Барселона Бавария, Реал, Барселона И ПСЖ, например Парис Сан-Жермен В ближайшей перспективе Может быть Либо Интер Ну, Интер Ну, это еще Это мы еще посмотрим В Мансити Это мы еще посмотрим Да, в Мансити есть тренер Слава Богу Есть у нас звонки еще На Спорт.ФМ Сергей дозвонился Здравствуйте Здравствуйте, Василий Здравствуйте, Игорь Вот у меня вот такой вопрос Мысли чем-то закралась Такая после вчерашней потасовки На финале Кубка Провел небольшую аналогию С Дерби Манчестерским Где Филайни Ударил Агуэра Да, ну скажем так Сделал вид, что ударил Да, Агуэра Соответственно упал И не допустил потасовки Вот у меня такая мысль прошла А вот не стоило ли Кому-то из игроков Упасть Чтобы не завязалась Такая потасовка И вообще хотел бы узнать Мнение Извините, а почему вы меня Об этом спрашиваете Ну мне просто интересно Ваш мнение Да нет, а какой мне может быть Может быть они Не собирались сделать так Чтобы не было потасовки Может быть их устраивало То, что потасовка происходит Ну а что скажете По поводу вот Того поступка Агуэра Правильно ли он сделал Ничего Нормальный латиноамериканский поступок Нет, ну Агуэра упал Во-первых, у Филайни Уже была желтая карточка Ну вот мы сейчас С Игорем Кэтмановым Рядом в студии встанем Представляете Мы будем в Филайни И Агуэра В сущности Да, вот я ударю Игоря И что же Болезнь со мной в драку что ли? Нет Было бы правильно С его стороны упасть В этом отношении У нас разные весовые категории У нас разная длина рук Не, ну тут просто Разные ситуации были вообще И ситуации Ну конечно разные Это однодуманный вопрос Я же отшучиваюсь Ну Игорь, ну конечно Так Ювентус Я уже Поверь мне Я никогда уже На тебя не ударю Я верю Вообще все практически сравнительные Я говорю только о том Что Монако Это прекрасная история Мне бы хотелось Чтобы она продолжалась Вот и все И еще я говорил о том Что Ювентус Страшно переоцениваемая команда При том, что он действительно Достоин многого Сам по себе Но разговор о Ювентусе О том, что ему пора Что вот уже его Это его сезон С чего бы вдруг Это решается каждый день Это не решается Стратегически За разговором Там за чашкой кофе Или стаканом Бортвейна Это решается каждый день Вот я о чем говорю Вот пускай это решается Но мои симпатии Просто сейчас на стороне Монако Вот и все Вот все, что я сказал А о том, что Ювентус Прекрасная команда Кто бы спорил Я же еще раз говорю Я персональный поклонник Паула Дебалла Спрашивают Это новый Месси? Нет, он совсем не Месси По, я имею ввиду Займет ли он этот Олимп Не знаю Не знаю Но он совсем не Месси В Месси нет секса А Паула Дебалла Весь секс 276-0-93-2 Или 1-93-2 Эльдар, добрый вечер Да, добрый вечер Приятного эфира Вот у меня такой будет вопросик К вам В преддверии Куб конфедерации Такое задавайте Паспорта болельщиков Ваше мнение Вот хочу выразить свое Мне кажется Это для того Чтобы полностью Отпугнуть Всех любителей футбола В стране Чтобы они не ходили На стадионы Поясню почему Если, например У меня не получится Сходить на футбол С паспортом болельщика Я условно Василию Уткину Подарить его не смогу Чтобы он сходил Поразовался Вот такой вопрос У меня будет Поясните пожалуйста Ситуацию Ну вообще Ну реально говоря Ну вообще непонятно Даже сейчас вот Чтобы Рубин ЦСКА посмотреть В Казани Да, обязательно Надо делать И пас от болельщика Без него Билет на футбол Мне дадут Все, спасибо Жду ответа Извините Я не в теме К каменным билетам Как ты относишься К каменным билетам Ну Я считаю Что Как бы сказать С одной стороны Это правильно А с другой стороны Ну это лишняя бюрократия Абсолютно Вот Мне кажется Что Весь вопрос Здесь В цели полаганий Для чего это делается Если это Для безопасности То Ну да Безопасности Можно добиться Гораздо более простыми И Не то чтобы более простыми А более Функциональными Что ли способами Например Система видеонаблюдения На футболе Возможность Идентифицировать Нарушителей Если необходимо И действующая Правоохранительная система Мне представляется Я еще раз говорю Я не вникал глубоко В эту историю Но мне представляется Что история С паспортом болельщика Это такой Скорее Бюрократический Путь решения проблемы Бюрократический Я вообще против Всякой бюрократии Я против Дополнительной Власти чиновников В принципе Не в Допустим Среднеполитической ситуации А вообще На любом уровне Мне не нравится Чиновничий язык Мне не нравится Чиновничий способ Решения вопросов Я думаю Что Как бы сказать Еще раз повторюсь Я не очень Глубоко Вникаю В эту ситуацию Но Я не вижу Как бы сказать Чем Чего недостаточно Для того Чтобы поддерживать Период на футболе Для этого есть Действительно Вопросы очень простые Первое Это способ Идентифицировать Нарушителей И второе Это эффективно работающая Правоохранительная система Да Я согласен Но с другой стороны Беспорядки возникают И будут возникать Недавняя игра Леона С Бешикташем Тому свидетельство Да Разумеется Нельзя предусмотреть всего Я просто говорю о том Насколько этому эффективно Сможет Способствовать Паспорт болельщика Я пока не понимаю Как это Третий раз скажу Четвертый раз скажу Я не вникал глубоко В эту ситуацию Но это Берекратизация В первую очередь А главное самое Заключается в том Чтобы А идентифицировать Нарушителя И Б Наказать его По закону Вот и все Вот что нужно делать А Вот для чего еще Вводится паспорт болельщика Я даже не знаю Но действительно Если я вот допустим Хочу У меня вот есть абонемент На Спартак Это пластиковая карта Ну да Если я не могу пойти Я могу отдать ее товарищу Ну а что же в этом плохого Интересно Ну я не могу У меня нет в городе Например в этот день Да Я даю эту пластиковую карту Своему приятелю Которому хочется ходить на футбол И он идет Ну а зачем этому мешать Айрат тут уточняет Я так понимаю Айрат пишет Из Казани Рубин ССК Там не нужен Паспорт болельщика Просто имея этот паспорт Можно бесплатно Прийти за матч За деньги в Казани К сожалению Ходить уже Не хочется Скоро доплачивать Это очнут Ну не знаю Я понимаю вас прекрасно Что у вас есть основания Для Всякой иронии Саркастической Но вообще Последний матч С Локомотивом Рубин Сыграл По-моему прекрасно А как ты вообще Относишься К этому То что у нас Бесплатно ходят На футбол Что там Билеты раздают Мы постоянно говорим Что футбол Должен стать бизнесом Но пока До этого Так далеко Понимаешь Что вообще Вкладывается В выражение Что должно стать Бизнесом Все дело в том Что если нечто Может функционировать Как бизнес Пусть даже Без дохода Ну допустим С отчетностью С понимаемыми Механизмами внутри Это говорит о том Что эта история Здорова Что она Жизнеспособна Потому что Мы же знаем Прекрасно Допустим Вот Там не знаю Нас слушают В каком количестве И в каком именно Количестве городов Страны нас слушают Ну вот Мы же знаем Прекрасно Ну в большом Большом Вот Дороги Вечная российская проблема Вот Решение проблем дорог Это вечное посыпание Деньгами больных мест Да Вот там Вот сейчас Закатали А потом выяснится Что закатали Неправильно И не вовремя И зимой Это опять все Воруют просто Вот главная проблема Ну да Например Совершенно верно То есть Метод Решения проблем Путем посыпания Деньгами больного места Он не работает Да А вот если бы это было Бизнесом Дороги не должны Приносить доходов Конечно же Это убытки Здесь конечно Платные дороги Но мы не это имеем ввиду Вот так же точно и здесь Просто Как бы сказать Если футбольный клуб Функционирует Как бизнес Не футбольный клуб Вы поймите Футбольный клуб Как бизнес Это абсурд Люди Люди занимаются бизнесом Занимаются бизнесом Занимаются гуглом Или занимаются нефтью Вот это бизнес Вот для чтобы деньги приносило Но клуб Должен функционировать Как бизнес Тогда это означает Что в нем Правильно работают механизмы Что в нем не воруют Да Ну насколько я знаю Ты сейчас уже окунаешься Потихоньку Расскажи Да Да Действительно Футбольный бизнес Да Я завел футбольную команду Мы встретились с футбольной командой И полюбили друг друга Как она называется Она называется Эгресси И нам осталось сыграть Один матч Это команда Любительской футбольной лиги Я вообще хочу сказать Вы знаете Это очень интересная история Вот Обратите внимание Это такая Незаметная история Но она очень правдивая Вот Действительно Футбол меньше смотрят По телевизору Меньше чем раньше И наверное меньше чем Когда бы то ни было Но при этом Любительский футбол В больших городах растет В Москве больше тысячи команд В любительской футбольной лиге Вот И я обзавелся Футбольной командой Не потому что я богатый человек Не потому что мне некуда Девать время или деньги Я в общем Человек Даже не состоятельный Я бы даже сказал Не особенно зажиточный У меня еще кредит не выплаченный Но тем не менее Я намерен показать Что Это такое удовольствие Содержать команду Я конечно могу еще сам сыграть в футбол Это тоже работа Ну да Не результат Я намерен Содержать команду Посредством своего инстаграма Буду об этом рассказывать Вот уж если так Представилась возможность Я приглашаю вас У нас уже Кстати Через неделю Я расскажу Совершенно сношебательную историю По этому поводу Потому что У нас хорошая команда Эгресси Если выиграет Последний матч Матч последнего тура Поднимется классом Вот И это будет очень хорошо Но дело даже не в этом На следующей неделе Мы расскажем Совершенно потрясающую историю О том что Шанс предоставляется Каждому человеку Скажем так Вот Для этого Вы можете подписаться На мой Это не коммерческий проект Поэтому я могу об этом сказать На канал в ютубе Канал называется Кря продакшн Мы там рассказываем Историю нашей команды Я рассказываю о том Как можно содержать Футбольную команду А название Откуда такое странное? Эгресси Ну а откуда название Спартак? Откуда название ЦСКА Например? Центральный спортивный Клуб армии Да Но какой он уже Центральный Какой спортивный Какой клуб Если даже Можно что угодно говорить. Просто... Это исторически понятно, откуда название. Настоящие футбольные команды, они существуют до прихода, до твоего прихода и после твоего ухода должны существовать. У нас живая футбольная команда, она... Уже со своей историей до тебя. Да, совершенно верно. У этой команды есть история. Хочу подчеркнуть, что в нашей футбольной команде футболисты не получают денег за то, что они футболисты. Я просто помогаю им существовать. Вот. И мы об этом делаем маленький телевизионный проект. Который называется «Футбольный клуб». Собственно говоря, впервые программа обросла соответствующим ее названию смыслом. Я думаю, что, в общем-то, это хороший путь для всего нашего футбола. Не платить футболистам, а просто помогать им существовать. Главное, как бы сказать, играйте в футбол. Вот что важно. Если вы можете играть, играйте. Если вы не можете играть, помогайте. Вот и все. Спрашивают, а с командой Валерия Карпина как сыграли? Команда Валерия Карпина отказалась от игры в последний момент. Хочу подчеркнуть, что это не было решением Валерия Карпина. И к Валерию, и к Сергею Юрану у меня нет никаких... У нашей команды никаких претензий. Мы их уважаем. И... Я не считаю, что они нарушили кое-какое слово и так далее. А вот в разные другие стороны раздается у нас бурный хохот. Вот. В общем, короче говоря, была назначена встреча за сутки примерно... Ну, за двое суток до игры. А накануне вечера мы обсуждали, в каких бутсах играть будем. За сутки до игры нам сообщили, что игры не будет, потому что команда разъезжается, съемки закончены. Вот представляешь, игра назначена на 1 мая, а вот 27-го они нам сообщают, что... Апрель, что 28-го у них, оказывается, проект заканчивается. С ума сойти. В общем, это неважно. Это их дело. И я не хочу по этому поводу злорадствовать. Просто я вызывал команду на матч по правилам ЛФЛ. По правилам ЛФЛ неявка. Это 0-5 по правилам ЛФЛ. Я называю эту историю «Ямайка взяла реванш». Так, ну возвращаемся... Но главное дело в том, что это не суть нашей команды. Наша команда была в прошлое и будет в будущее. Вот. Мы будем об этом рассказывать. И вы сможете с этим следить. Конечно, если захотите. Креа-продакшн на Ютьюбе. А сколько лет уже клуба? По-моему, четыре. А, то есть уже чуть помладше Краснодара. Да. Так что впереди может быть тоже такое славное будущее. Посмотрим. Нет, нет, нет. Мы просто дворовая команда. Нет, ну мало ли там дальше пойдет. Если мы выйдем в следующий дивизион, мы устроим массовый просмотр всех желающих. После того, как мы объявили о сотрудничестве, у меня лично в почте уже лежит 40 писем о том, что люди хотят показаться в нашей команде. Но это не важно. У нас команда есть. Дубль надо будет делать. Команда у нас хорошая. Мы последние распорядили в декабре. У нас, по-моему, 15 побед, 16 матчах последних. Реклама. Без счетчиков вода теперь мне обходится так дорого. Так поставь водосчетчики. Да, но как выбрать компанию? Зачем сомневаться? Есть ответ. МОЗ «Энергосбыт». Надежность – главный приоритет. При заказе установки или замены водосчетчиков до 15 июля коврик для ванной в подарок. Подробности на водобереги.ру. Акция действует на территории Москвы и Московской области. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» «Спорт-ФМ» Будь первым! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Телефон «Спорт-ФМ» Телефон «Спорт-ФМ» Финал был первым в истории команды. Уральцы болели ярко, слаженно, корректно и дисциплинированно, сказано в сообщении. Кроме того, около 5000 поклонников Урала собрались в фан-зоне в Екатеринбурге, где была организована прямая трансляция встречи. Футболисты приложат максимум усилий, чтобы достойно завершить сезон и принести еще много ярких эмоций. Приглашаем на ближайшие матчи в чемпионате России, говорится в тексте. Урал проиграл локомотиву со счетом 0-2. В заключении выпуска, официальный курс валют, установленный Банком России, на завтра, 4 мая. Доллар 57,09 рубля, евро 62,32 рубля. Пока это все новости. Мария Деева. Все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на «Спорт-ФМ». Теперь ситуации на дорогах. По данным портала «Яндекс.Пробки», 7 баллов в Москве из возможных 10. Самые крупные на внешней стороне третьего транспортного кольца от Спартаковской площади до Хорошевского шоссе. Скорость потока там 6 км в час. Время проезда 2 часа. Полтора часа потеряете на внутренней стороне третьего транспортного от Ленинского проспекта до Ленинградского проспекта. МКАД стоит по внутренней стороне от Можайского шоссе до Строгино, по внешней стороне от Горовского шоссе до Ясенева. Хочешь, чтобы к тебе вернулся утренний подряд? Слушай 100% утро. Каждый день с 7 часов на «Спорт-ФМ». Искрометатели, первопросыпатели и просто. Роман Вагин, Александр Боярский и ЕМ. Макаджиева. Они пришли, чтобы разбудить этот мир. И спеть, и разыграть, и рассказать. И раз, два, три. Левый, правый. 100% утро. На «Спорт-ФМ». Продолжаем говорить о футболе. Василий Уткин, Игорь Котманов. Можете звонить. 276-093-2 или 1-93-2. И писать, кстати, вот смс-ки 55-30. Что-то в «Вайберне» пишут. Что-то в «Вайберне» пишут. Последний финал «Двиги чемпионов». Поэтому, конечно, достижения. Я рад за Карасева. Но мне не кажется, что это какое-то знаковое событие. В последние годы просто как-то наши арбитры стали исчезать. Карасев работал на Евро. Работал хорошо. Так получилось, что его не взяли в плей-офф. Ну, что поделать. Вот берут на другие проекты. Так, кстати, касательно судейства, точнее, даже касательно правил. Любопытная информация пришла, что на чемпионате Европы среди мужчин и женщин до 17 лет. В эти дни, кстати, проходят в Хорватии. Одновременно среди мужчин и женщин? И Чехии. Не, они параллельно просто. А, параллельно. До 17 лет. Среди девушек и юношей, так скажем. Да, коль уж до 17 лет. Так вот, будет проверена новая система пробития после матчевых пенальти. Что-то такое-то интересное. Да, это будет напоминать, как пишут тайбрэк в теннисе. То есть после первого удара команды А, затем команда Б нанесет два удара подряд, после чего право пробить пенальти дважды будет у команды А и так далее. Я даже не знаю, что по этому поводу можно сказать. Знаешь, зачем это нужно? Давно, довольно давно я читал о такой инициативе, чтобы, допустим, на стадии плей-офф крупного турнира команды били пенальти перед матчем. Ну да. Для того, чтобы было понятно, что ничья не устроит одну из них. И после этого играть. Мне это кажется, как ни странно, по-моему, сначала кажется диким, но если вот посидеть, пожить с этой идеей некоторое время, она довольно действенная. Ну, не знаю. Есть в шахматах такая история для тайбрейка шахматного, когда играется матч, что вот черные могут сыграть ничью, а белые нет. Если ничья, то на пользу черных. Что-то в этом роде. Нерв пропадает. Нет, наоборот. Становится понятным... Ну, как часто мы видим, что вот даже в обычной игре, календарного какого-то чемпионата, игра до гола бывает такой очень вялой. Это игра такая сдержки и противовеса. Да, вот. Скорее не пропустить. А вот если понятно, что одна команда не может позволить себе уже ничью. Причем не в силу жребия, а в силу вот реально ставшегося соревнования, какого-то небольшого, да? Тогда получается... Вот как игру вскрывает гол? Как любую игру вскрывает гол? Становится более ясная мотивация. Вот. Мне кажется, что... Не то чтобы я это предлагал, я вообще противник того, чтобы менять правила. В принципе, мне кажется, правила никогда не должны меняться. Вот. Как никогда? Как я думаю. Вообще никогда? Я думаю, что да. То есть это изначально, как придумали футбол? Игорь, ну, понимаешь, они должны меняться иногда. Но для этого нужно превозмочь это самое никогда. Правила должны быть священны. Правила нельзя пересматривать, как вот, там, не знаю, меню. Не, нельзя пересматривать, да? Вот. Вот этим они и хороши. То есть ты хочешь сказать, что здесь важна какая-то, ну, грань, чувство, меры? Знаешь, есть такое выражение, касается военной истории, что для того, чтобы предпринимать наступательную операцию, у тебя должен быть троекратный перевес. Для того, чтобы менять правила, мне кажется, нужен десятикратный перевес в аргументах. Десятикратный. Ну, не то чтобы восьминин, не позволяйте, я говорю, очень большой. Да? Мы с тобой не первый раз встречаемся в этой студии и вообще не первый раз встречаемся. И ты знаешь прекрасно, мое убеждение глубокое, что, например, вот взятие ворот и положение вне игры давно пора фиксировать технически. Ну, да. Ну, потому что здесь нет места оценки. Здесь просто вопрос, увидел или не увидел. Зачем это нужно доверять, вот, глазу судьи? А это даже не изменение правил. Да, это не изменение правил. Это скорее изменение их функционирования, да, изменение техники, что ли, принятия решений. Ну, вот. Здесь не нужно мнение. Пересек, так пересек. Понимаешь, умерла, так умерла. Евгений тут пишет, что команда, которая выиграет по пенальти перед матчем, может смело уходить в оборону, игра потеряет в зрелищности. Ну, вы знаете, это крайне редко такое возможно. Есть у нас звонки. Колкоман дозвонился. Здравствуйте. Алло, Игорек Васильев, здравствуйте. Здравствуйте. Приятного вам эфира. Василий, у меня к вам небольшой такой вопрос. Я внимательно слежу за испанским, это, Ла Лигой. И, в частности, вот в команде Барселона мне в последнее время нравится защитник МТТ. Как вы думаете, он надолго в основе закрепится? И вообще, как вы думаете о его игре? Большое спасибо за радио. Спасибо вам за такой тонкий, я бы сказал, детальный вопрос. Я думаю, что для защитника очень сложно провести настолько круто первый сезон. Потому что все-таки защита – это коллективные действия. Здесь очень важно сразу вписаться в действия с партнерами. Защитники обычно гораздо более постепенно входят в состав команды. Тем более защитники молодые. Это производит очень приятное впечатление. Жерару Пике давно нужен квалифицированный и не старый партнер в обороне. Поэтому я могу вам сказать, что я с большим интересом за этим слежу. Но, опять-таки, Барселоне предстоит смена тренера. Смена тренера – это всегда смена определенной концепции, безусловно. Поэтому один сезон молодого защитника, каким бы он… Понимаете, Умдити, он, опять-таки, чемпион статистики пока что. Барселона в этом году не преследовала выдающихся целей и задач. У Барселоны бывали провальные матчи, в том числе с точки зрения игры в обороне. Поэтому это не ответ на все вопросы. Наверное, Умдити надолго пригодится Барселоне. Но станет ли он лидером обороны, я бы не стал здесь делать ставку какую-то. Я бы сказал, что это неизвестно. Лоран Блан. Слухи появились в последнее время. На твой взгляд, это такой интересный был бы вариант для Барселона? Не знаю, не знаю. Я думаю, что… А у кого есть представление о том, как работает Лоран Блан? Сейчас он не работает, да? Сейчас представления нет. Да, да. Ну, он работал со сборной Франции, он работал с ПСЖ. Вот. Но у меня нет четкого представления о том, в чем заключается его, скажем так, тренерская манера. Наверное, контактировать с Бланом нормально, потому что Барселона же повернута на том, что тренер должен быть связан с ней как-то генетически. Блан играл за Барселону, хотя я недолго. Я уже взрел в возрасте. Но, не знаю, я уже говорил, что, по-моему, сейчас, правда, осложнилась ситуация. На мой взгляд, оптимальный тренер для Барселона – это Хорхе Сан-Пауэля. Ну, в Аргентине уже будет. Ну, наверное, будет в Аргентине. Хотя я не убежден в этом. Ну, наверное, будет в Аргентине. Я думаю, что про Сан-Пауэля совершенно ясно, что он не будет в Севилье. Это да. Поскольку из Севильи ушел человек, который его приглашал. Мончи. Да, и у него есть как минимум два конкурентных предложения. Но мне представляется, что не факт, что он будет в сборной Аргентине. Ну, мне бы хотелось. Мало чего бы тебе хотелось. Василий, все должно развиваться, только не футбол, вопрошает Анатолий. Так нет, это же не значит, что не будет изменений. Должен быть десятикратный перевес, как сказал Василий. Я просто за консерватизм в данном вопросе. Вопросе правил. Да, и больше ничего. Тем более, что, ну, поймите, смотрите, чего мы рассматриваем изменения в правилах. Вот почему до сих пор невозможно сделать, я же еще раз говорю. Это чисто технический вопрос, вопрос о технологии. Послушайте, люди научились первую ступень ракеты из космоса возвращать на Землю и заново стартовать ею, понимаете? Как же, почему до сих пор на глаз фиксируется офсайт? Ну, это же чисто технический вопрос. Почему на глаз фиксируется взятие ворот? На крупных турнирах, ну, FIFA, это мы всегда, у них был один аргумент, что футбол должен быть везде одинаков. Я не знаю, в чемпионате Нигера и на чемпионате мира. Вот если там нет видеосистемы, то и здесь не будет. Потому что чемпионат Нигера не равен чемпионату мира. В любом случае, ни по каким показателям. Вот. И это дело чемпионата Нигера, какими они там будут. Ну, нужно разрешить пользоваться такими системами и создать такие системы, и разрешить ими пользоваться. А уж там кто что может себе позволить. Знаете, в некоторых чемпионатах до сих пор босиком играют. Что ж теперь сделаешь? Ну, нет у них бутс, например, да? Реклама. Он в воплощении силы. По его венам бежит мощь чистокровного дизеля. Под его капотом бьется неутомимое трехлитровое сердце. Восьмиступенчатый автомат и полный привод 4Motion делают его быстрее маневреннее. Электронные ассистенты придают ему уверенности. И он настолько умный, что умеет пользоваться смартфоном. Он премиальный пикап с новым двигателем V6. «Фольксваген Амарок. Воплощение силы». Подробности у официальных дилеров и на сайте volkswagendefizcommercial.ru Спорт – это не только болеть за любимую команду. Это тренировки и пробежки. Это образ жизни. Следуй ему вместе с разделом «Лайфстайл» на чемпионат.ком. Категория 18+. Технологии всегда были и остаются нашей сильной стороной. Мы знаем, что такое настоящие внедорожники. Именно за это нас ценят наши клиенты. И в мае мы дарим выгоду 200 тысяч рублей на Mitsubishi Outlander и новый Mitsubishi Pajero Sport. Mitsubishi. Надежно. Реклама. ОМС. Предложение ограничено. Выгода на покупку автомобилей распространяется на Mitsubishi Pajero Sport 16 года выпуска и Outlander. При сдаче автомобиля в Трейтен. Спорт-ФМ. Будь первым. До программы на все 100 осталось 15 минут. А сейчас 100% футбола. Да, это программа 100% футбола. Василий Уткин и Игорь Катманов в студии. Потихонечку подводим. Мне пишет Дмитрий Сафошкин. Мне вопрос просто. Василий, как вы относитесь к сказанию Соловьева про то, что вам надо лечиться? Соловьев говорил про вашу статью на счет Шараповой. Владимир Соловьев. Очень интересное мнение Василия. Прошу озвучить. Вот мы озвучили, Дмитрий. Вы знаете, я не припомню, что я писал статью о Шараповой, во-первых. Во-вторых, мне 45 лет, 46-й год. Вы знаете, в этом возрасте любому человеку надо лечиться. Я этим активно занимаюсь. Что касается Владимира Дмитриевича Соловьева, то что бы он ни говорил, когда бы он ни говорил, мое отличие от него заключается в том, что я вылечиться могу, а он уже нет. Вот и все. У нас Маш Терская. Да, мы перед тем, как передать слово Марии Терской, подведем все-таки итоги опроса. Согласны ли вы с высказываниями Павлюченко в адрес Арии? Да, полностью. 59% считают. Нет, Павлюченко повел себя некрасиво. 29% и чуть более 11% считают, это Павлюченко надо дисквалифицировать до конца сезона за подобные высказывания. Ну, а теперь передаем слово Марии Терской. Новости у нас. Да, спасибо еще раз. Добрый вечер. И начну я с того, что Российский футбольный союз и немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве. Заключение этого соглашения прошло сегодня в Москве. Свои подписи под документом поставили, соответственно, президент РФС Виталий Мутко и глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель. Напомню, что в октябре прошлого года подобное соглашение РФС заключил с Федерацией футбола Италии. И также напомню, что сборные России и Германии примут участие в Кубке конфедерации, который, как мы все помним, пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах нашей страны. УИФА собирается протестировать новую систему пробития послематчевых пенальти на чемпионате Европы, который проходит в Хорватии, на чемпионате Европы по футболу среди игроков не старше 17 лет. Так вот, сообщается, что руководство УИФА беспокоено тем, что при той системе, которая сейчас существует, в 60% случаев победу одерживает команда, которая бьет в пенальти первой. Но это не такой уж большой перевес. Ну да, 60 на 40, практически 50 на 50. Это связывает с большой психологической нагрузкой на команду, которая будет бить второй. Но я, честно говоря, не очень понимаю, чем психологическая нагрузка второй команды превышает нагрузку команды первой. А кому-то, наоборот, интересно, да, когда, допустим, первый не забил, а у тебя есть уже шанс выиграть одним ударом. Ну да, и наоборот, первый забил, тебя это как-то мотивирует ответить тем же. Мне кажется, вполне себе. Ну так вот, новая система подразумевает исполнение пенальти не по очереди, как ранее, а будет такая схема. Значит, после первого пенальти вторая команда наносит два удара подряд, а затем первая также два подряд, ну и, соответственно, так далее. Мы говорили об этом, как тайбрек в теннисе. И, ну, соответственно, по мнению представителей УИФА, вот новая схема должна снизить ту самую психологическую нагрузку на исполнителя пенальти. И отменить после матча никакой психологической нагрузки не будет. И в заключение, четверо травмированных игроков Манчестер Юнайтед приступили к тренировкам в общей группе в преддверии первого матча 1-4 финала Лиги Европы с Эльтой. На сегодняшней тренировке английской команды присутствовали Фил Джонс, Крис Смоллинг, Поля Пагба и Эрик Беи. Ну, соответственно, помимо остальных игроков, которые уже давно и полностью здоровы. Ну, я напомню, что матч с Эльта МЮ состоится завтра. И на Спорт.ФМ пристально будем следить за ним. Да, спасибо большое. Это были новости спорта от Марии Тирской. Можем говорить? Да. Последняя мечта у меня осталась. Вот я так намечал себе. Ну, мне, конечно, интересно, чтобы Монако сыграл в финале Лиги Чемпионов. Но я тоже делал десятые. Я к финалу Лиги Чемпионов отношусь очень философски, потому что я считаю, что нужно его принимать таким, какой он есть. И это главный турнир клубный в мире, да. Поэтому с пожеланиями нечего лезть. Естественно, вот у меня есть, после того, как Спартак обыграл ЦСКА, у меня осталась одна мечта, чтобы Сельта выбила МЮ. Ну, Лав, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Действительно, это полуфинал, все возможно. Просто мне этого хочется. А ты так недолюбливаешь МЮ, Мауриню или так обожаешь Сельта? Нет, я же тебе говорю, я не болельщик. У меня отношения к клубам стабильного нет. Нет, я имею в виду нынешнюю Сельту, там, условно говоря. Ну, просто мне было бы это очень интересно. Сельта, кстати, сейчас не в самом лучшем состоянии находится, но мне кажется, что она может подерзить. Нет, ну вообще всегда интересно, когда андороги выигрывают. Да, я согласен. Мне просто хочется этого. Ну, потому что у меня маленькие желания. Ну, я думаю, что я не один такой в своем желании. Против МЮ я вообще ничего не имею. Феликс пишет, возьмите свою команду игроков Томи, они поднимут клуб на новые вершины. Вы со своими советами знаете, идите дальше Томи, потому что у нас есть команда, эта команда не вчера возникла, и мы ее не набираем, мы ее развиваем. Павел написал, Василий, вы так интересно рассказывали, что я прямо сейчас подписался на ваш канал. Очень интересно. Почисывайтесь, мы стараемся, мы делаем что-то. Ну и тут вопрос по мадридскому дерби. Креа продакшн, креа продакшн. По мадридскому дерби мы говорили, но тут вопрос с подтекстом, да, как вам мадридское дерби с чисто английским судейством? Знаете, я как-то, мы, кстати, вчера комментировали этот матч в одном московском заведении, не буду говорить, каком. И так понятно. Мы сейчас нашли новый такой формат, я комментирую футбол вместе со своими студентами, студентами нашей школы, со Станиславом Гридасовым. То есть не с Гридасовым комментируем, а с школой с Гридасовым у нас. Вот. И как-то мы сразу зашлись на то, что Аткинсон единственный из людей, находящихся на поле, который похож на персонажа Игры Престолов. Поэтому я бы сказал, что это какую-то ностальгию породило. А так вообще я не вижу ничего там особенного, но, может, было меньше карточек, чем могло было выводить. Дмитрий Дюрнец, ведущий программы «На все сто» появился в студии. Привет, коллеги, да, подхвачу тему вашего первого часа. Естественно, обсудили уже все футбольные, околофутбольные события финала Кубка. Но вернем немножко туда, Вась, вопрос будут у нас профессиональные юристы по уголовным делам. Вопрос, который мы в том числе уже обсуждали несколько раз. Наверное, таких масштабных драк в истории российского футбола, как накануне, этой дракой уже можно назвать? Ну, конечно. Да. Было не так много. Ну, естественно, себя вспоминает Раменская, еще что-то. И порой, вот когда эти драки случались, всплывал вопрос, а насколько побоище вот такой на футбольном поле вообще подпадает под уголовную ответственность? Насколько футболисты могут быть в данном случае осуждены не только по футбольным законам, твое мнение? Ты знаешь, Митя, а между прочим, такой вопрос, так вопрос уже однажды ставился. В поздние советские годы, когда драка случилась на хоккее, и в очень жесткий нокаут послал, если я не ошибаюсь, Александр Могильный, если он точно помнит, спартакского защитника Ящина. И обсуждался буквально вот в разных козетах вопрос. А может быть, 15 суток, в конце концов, чем это отличается от, если бы это на улице произошло? Ну, чем-то это отличается. Я бы хотел сказать, что да, действительно, в футболе это событие очень редкостное, но в хоккее драки мы наблюдаем постоянно. А чем это отличается одно от другого? Да ничем. Профессиональные юристы будут у нас в эфире? Обсудим с этой точки зрения, послушаем участника событий, свидетеля. С правовой точки зрения одного от другого не отличается никак. Но в хоккее это принято, в футболе нет, в футболе это редкость. Ну вот поэтому нам надо как-то разграничить это, прописать, может быть, отдельно в законах. Или это такой понятийный момент, что не посадить на 15 суток. Что у нас всякое бывает, драки бывают, за это идет только лишь спортивное наказание. Ну, насколько я понимаю, даже в случае, если драка произошла на улице, если у одной страны нет претензий к другой, наказание, по-моему, не следует. Это является серьезным поводом. Я не юрист, но, насколько я понимаю, в этом случае, скорее всего, не посадили даже на 15 суток. Ну, так получается, что условный фидлер теоретически может обратиться. Но он же не обратился. Ну, это да, это другое дело. В общем, послушаем юристов, послушаем мнение вице-президента РФС Сергея Анохина, болельщиков локомотива, которые устраивали драку между собой на секторе. Да, а почему? Им тоже тогда можно разрешить на спортивных соревнованиях. И в том числе нашего теперь главного по безопасности в РФС Владимира Маркина, который готов это прокомментировать. И как вообще с точки зрения безопасности... О, это готов комментировать все, что угодно. Ну, вот послушаем его буквально через несколько минут. Ну что ж, слушайте программу «На все сто» с Дмитрием Дерунцом. Поговорите там о драках, да, стоит ли вообще административное наказание, уголовное вести за драки во время матчей. Ну, наверное, все-таки это как-то даже... Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что это было бы слишком. А мы, Василий Уткин и Игорь Катману, с вами прощаемся уже. Так что всем пока. В таком случае, Энтони Джошуа должен на 15 суток сесть. Да, согласен. Всем удачи. Реклама. Участвуй в викторине «Стань чемпионом» от Юникредитбанка. Проверь, насколько хорошо ты знаешь Лигу чемпионов. Отвечай на вопросы и выигрывай мячи с автографами футболистов и другие призы на сайте «Станьчемпионом.рф». Официальный спонсор проекта «Ау-Юникредитбанк». Викторина проводится с 26 апреля по 6 июня этого года. Подробности на сайте «Станьчемпионом.рф». 18 плюс. И вот он выходит на финишную прямую и забивает сразу два гола! Два! Что может быть лучше? Я знаю, что может быть лучше. Лучше две плюс одна. При заказе двух пицц в Доминос. Третья в подарок. Ваши две пиццы Доминос и третья в подарок. Доминос.ру. Доставка 30 минут. Доминос. Всем болельщикам при заказе двух пицц. Третья в подарок. ООО «Пицца-ресторан» Москва. Улица Горбунова, Дон 2, Третья 3, помещение 2, ОНД 4. УГРН 112-774-718-8909. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. Сказано на «Спорт-ФМ». Серебряный медалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, российская велогонщица Ольга Забелинская. О детях. Есть мама фанатичная, есть нефанатичная и нефанатичная мама. Конечно, я волнуюсь всегда от своих детей, стараюсь дать им все лучшее. Но получается так, что я не могу каждый день присутствовать рядом с ними. И даже когда мне очень хочется быть рядом, я не могу по определенным обстоятельствам, то есть где-то выступать или быть на сборах, или где-то быть далеки от дома. Но я знаю, что у них все хорошо, учеба, все замечательно. То есть я знаю, что они под присмотром. Издалека даю указания какие-то ценные, конечно, по скайпу. Сейчас очень все просто, в общем-то. Можно, в принципе, практически находиться рядом, только нельзя дотронуться. Арье. В Рио-де-Жанейро я старалась никуда не ходить, потому что было так немножко напуганно всеми историями о том, что кого-то горбанули там, кого-то ограбили здесь, как будто по голове дали, у кого-то нож в горло поставили. Ну, было немножечко так. Поэтому я с вами не нарывалась на неприятности, сидела в гостинице. Ну, хорошо, у нас был велосипед, мы на велосипеде, в принципе, все увидели. Мы выезжаем на тренировки. О перспективе. Я бы хотела вот эти четыре года, которые есть до Олимпийских игр, будучи самой спортсменкой, как-то передавать опыт молодому поколению. Не знаю, я не говорю, что я хочу быть тренером. Но, может быть, если бы у нас была команда профессиональная, женская, российская, было бы легкостью. Естественно, если мы все тренируемся сами по себе, это сделать невозможно. Ты встречаешься только на соревнованиях, особого опыта никакого не передашь. То есть это надо, в общем-то, быть постоянно в бытовых условиях, все время находиться рядом, чтобы ребята, девчонки смотрели, ну, как надо жить, да, чтобы чего-то достигать. Потому что некоторые даже не представляют каких-то моментов, которые для меня кажутся, как-то можно не знать, такой ерундой. Да, обидно, что у нас такая большая страна, и нет ни одной команды велосипедной, но это очень обидно. В итоге сразу все упираются в деньги. Если есть инвестор, который вкладывает, он всегда получит отдачу. Когда-нибудь ничего не вкладывает.